Вот ты прикинь, вот снимай меня, Денис. Прикиньте, вот мы 26 числа здесь находимся, нам офицеры врали в лицо, что мы теробарона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит, оказывается у нас просто стрелковое подразделение, мы штурмовики. Мы штурмовики, блядь, мы не теробарона, а нас сейчас только об этом... Мы автоматы еще даже не видели. Автоматы не держали, блядь. Автоматы не держали две недели, вообще, сегодня пришли на полигон пометать гранаты, блядь. Сказали, гранат нету, не дали даже автобус назад, мы пешком с полигона пришли сюда. 10 километров, 10 километров, блядь, оттуда пришли сюда, блядь. Как потом с этими офицерами, блядь, воевать, блядь. Они продадут там же, блядь, у нас на Украине, блядь. Хуй сосы, блядь. Вот так вот, вот так. Мы не потерпим существования антироссии у наших границ. Виктория приехала в Петербург из Томска. По словам женщины, за два месяца, что сын провел в войсках, не было никакого военного обучения. Один раз водили на стрельбище. На этом боевое слаживание закончилось. А в сентябре часть, в которой служил ее сын, перебросили из Московской области в Белгородскую, на границу с Украиной. С 16 сентября рыли окопы. Вырыли окопы и стали там жить. И когда они поняли, что кроме них никого на границе нет, пограничников нет, мне сын сказал, мам, ты понимаешь, я пограничник. Говорю, какой ты пограничник? Он говорит, вот так, никого нет, я охраняю границу. Нам так и сказали. В ответ на обращение матерей в приемную президента России, Минобороны и военную прокуратуру им приходят отписки. И такая ситуация по всей стране. Морального духа украинской армии, мне кажется, вот по ощущениям, которые там на фронте возникают, мне кажется, что он падает. Вот, доказательство того, что куча нарушений происходит и при мобилизации, и у срочников. Это официальное обращение, это не какие-то бумажки, как вот здесь вот называют их. Здесь есть фамилия, имя, отчество, военные части. Матери не верят заявлениям о том, что мобилизация закончена. Официального указа о завершении призыва резервистов нет. А на фоне неудач армии России на фронте и большого числа потерь военкоматы могут снова начать рассылать повестки в любой день. Поэтому они призывают всех присоединяться к их движению. Чтобы привлечь к себе внимание, они провели на Дворцовой площади пикет. Такая ситуация. Вот что мне делать? Крик души. Крик души. Подождите, я полагаю. Поправим? Поправим. В итоге представителя командования западного военного округа приняли от женщин документы. Полиция пикет прекратила. Но задерживать активисток не стала. Ведь они не выступают против войны как таковой и тех, кто развязал агрессию против Украины. А всего лишь говорят, что убивать должны профессионалы. Штаты разжигают ненависть к России. Штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений. И градус этой ненависти зашкаливает. В этот раз на пропаганду к Артему Деремоносцу Шенину на время покажет, заглянул депутат Государственной Думы Петр Толстой. Да не один, а вместе со своим недоделанным мозгом. Пропаганда уже утерлась. Не было ничего, никакого Херсона, никакого передислоцирования на новые подготовленные рубежи. Снова идет накачка. Да мы такие крутые. Да мы еще даже не начинали. Да мы, если захотим, весь мир в труху. Снова, как говорится, здорово. И Херсон возьмем, и Днепр, и Одессу с Николаевым, и даже Киев. Но мы не наносили пока удары ни по Банковой, ни по Генштабу, нигде. Хотя технически это можем сделать. Давая как бы некий сигнал, Петр Олегович, на твой взгляд, кому-то о чем-то каком. Отечественное телевидение. Настоящие профессионалы. Работают люди, которые в совершенстве владеют русским языком. Конечно, Шейнин намного органичнее смотрится с ведром дерьма в руках, нежели пытаясь сформулировать какую-то мысль. Но здесь же еще и Толстой, у которого от тяжелой депутатской работы остались всего пару извилин. Да и те, похоже, исключительно прямые. Разъясни мне. У тебя ведь наверняка избиратели про это спрашивают. Типа какого? Тебя наверняка тоже. Что там у тебя? Всех спрашивают. Что у него за избиратели такие? Ну, конечно, при условии, что он не врет. Что их интересует? Почему до сих пор не наносятся удары по центрам принятия решений? Ни коммуналка людей не беспокоит, ни дорожающие продукты, ни отсутствующие дороги, ни медицина с образованием в развале. Интересует людей, когда все-таки нанесем удары по Киеву. Конечно, всякие дебилы встречаются, но чтобы до такой степени, это прямо редкие экземпляры. Хотя, подождите, может быть, они собрались большой толпой и выбрали Толстого в депутаты. Это, в общем, многое объясняет. Значит, про центры принятия решений – это такой мем за последние месяцы надоевший. Это, пожалуй, доходчивее объясняет ситуацию, которая называется «кринж». Настоящий кринж – это когда депутат Государственной Думы думает, что он понимает, что такое мем. А удары по центрам принятия решений – это не мем, это уже заезженный дебилизм. Что касается инфраструктуры Украины, ну, хорошо, мы рано или поздно, безусловно, те удары, которые наносятся, приведут к определенным последствиям. Ну, хорошо, мы раздолбим там все мосты железной дороги. То есть этот типа депутат вполне себе отдает отчет, каким именно последствиям приведут удары по гражданской инфраструктуре. Ведь очевидно, что это в первую очередь приведет к страданиям мирных жителей, обычных людей. Но он не подозревает, что последствия будут не только эти. За такое, за разрушение гражданской инфраструктуры, прилетит, собственно говоря, ответ. Да и вообще, в канун зимы выводить из строя гражданскую инфраструктуру, и при этом говорить об этом как о чем-то само собой разумеющемся, это надо быть депутатом Государственной Думы, сказочным депутатом. Отдельно, конечно, вот эти все ссылки на переговоры сильно раздражают. Объясните нам, пожалуйста, а кто эти переговоры ведет? Переговоры? Уже ведутся? Есть какие-то подозрения? Это, наверное, шизофрения? А, нет, это не шизофрения. Это поиск внутренних врагов. Ну, у меня есть на этот счет представление о том, что есть целая группа людей, которые занимаются крупным бизнесом, отчасти где-то во власти находятся. Мы сейчас с ними начнем договариваться. Хочу эту группу разочаровать. Депутаты Российской Федерации. В принципе, от вас, кроме одного сплошного разочарования, ничего и ждать не приходится. Хочет он разочаровать людей куда уж сильнее. Вы своими деяниями, всей своей властной вертикалью, вы до такой степени всех кругом разочаровали, что никто уж и не надеется, что все будет хорошо. Да оно, собственно говоря, и не будет хорошо. Ничего такого не будет. Группа сейчас отложила в сторону вот вязание. А, нет, они не вязание, они ручку отложили сейчас в сторону. Хорошее представление о целевой аудитории Первого канала. Хотя, наверное, это недалеко от истины. Ведь все эти умоиспражнения, в том числе и депутатов Государственной Думы, в том числе Толстого, это же действительно все пропаганда, направленная на внутреннего зрителя. Они в своих пропагандистских студиях столько раз побеждали Запад и брали ртом Вашингтон, что, наверное, даже уже телезрительницы с вязанием начали уставать от подобного шизоидного бреда. Настроение людей и ситуация на фронтах таковы, что никаких обратных переговоров уже не будет. Фарш обратно провернуть нельзя. Какая прям точная, глубокая метафора. Я же говорю, мастер владения языком. Мы штурмовые гибли, блять, монетиры обороны. Она же сейчас только об этом... Мы автоматы еще даже не видели. Автоматы не держали. Продолжение следует...